В районе Басарабяска существует шесть домов культуры. Большинство из них имеют автономное отопление. Но огромные концертные залы в холодный период года обогревать очень затратно. Поэтому культурные учреждения отапливаются по мере возможностей местных примарий. Два дома культуры обогреваются газом. Это в селах Абакле и Садакле. Дом культуры села Башкале тоже находится на автономном отоплении. Они отапливаются только по праздникам. Работники дома культуры города Басарабяска уже забыли времена, когда в их учреждении в холодный период года была комфортная температура. Здание частично обогревается только электроприборами. А мероприятия в холодном зрительном зале проводить невозможно. Обслуживаем те движения, где проходят репетиции и производственные процессы. А зал отопить обогревательному не можно. Сергей Марашлец отметил, что все примары, приходя к власти, обещали решить проблему с отоплением городского ДК. Но все так и осталось только на словах. В прошлом году Николай Дмитриевич решил вопрос с проектом. Мы записали проект Молдова ГАЗ, по-моему, проект в институте. Проект на сегодняшний день есть. Только нужны деньги для его существующих. Стоимость проекта 970 тысяч. Но понятно, что это большая сумма. Но если бы за 12 лет поотапно сделали бы каждый год по одной батареи уже давно запустили. Можно в три этапа. На следующий год, допустим, сделать котельную. Так было бы обокрестировано в Доме культуры. Один год сделали котельную, другой год сделали внутренние помещения. На третий год запустили. Что касается библиотек, то в Басарабиасском районе их 14. Большинство в основном обогреваются электроприборами. Из 14 библиотек 6 имеют автономное отопление. Оставшиеся 8 отапливаются электроприборами. Электрооборудование, камены и так далее, это нас не дадут. То есть, надо будет как-то что-то, чтобы было более безопасно и так далее. В любом случае, все учреждения, библиотеки, дома, культуры, везде, все должно соответственно быть подготовлено. Значит, надо будет и отопление, чтобы не было никаких проблем. Долженство есть библиотеки мини-печки, которые топятся на угля и на дровах. Карнаусобисен, камин-электричка. Библиотеки, в которых нет условий, пользуются электрическими каминами. Так они отапливаются уже много лет. В районе также действуют два культурных центра в селах Ярдановка и Ивановка и одна школа искусств. Как отметил начальник отдела культуры, проблем с отоплением этих учреждений практически не возникает.